Да как так? Как меня в этой игре чпокают просто без шансов? Да не сы, таракуха. Будет тебе пуха. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Бесплатная рулетка, отличная броня и могучие пушки. А при первом пополнении счётов плюс 100% кредитов придёт. Пошла нагибатория. Но это, друзья, уже совершенно другая история. А не врали. Пушка действительно похожа на XM-8. Да, Капитан Очевидность, только это XM-8 версия курильщика из Point Blank'а. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Рокутегин, Капитан Очевидность, ПТС Warface и новый пистолет-пулемёт CSV-9. Такое ощущение, что это оружие к нам просто скопировали из какого-нибудь кроссфайра или Point Blank'а. Вы уж извините, дорогие разработчики, но вынужден заявить. Данное оружие внешне выглядит откровенно дёшево и всрато по меркам 2024 года. Более того, данное оружие выглядело бы даже всрато по меркам Warface'а году так в 2017. Прицел это вообще отдельная тема. Я не могу сказать, что он ультра неудобный, но вот эти широкие рамки, сам его всратый вот этот вытянутый вид реально как будто из какого-то китайского шутера. Всё это как-то немного напрягает. Братан, а если по делу этот новый малыш уделает Кедр и МакПол? Вопрос хороший, ну и ответ на него будет, я думаю, достаточно развернутый. Новинка действительно немного лучше, нежели Кедр и, наверное, плюс-минус как-то вот с МакПолом. На ближних, наверное, МакПол сильнее, на средних уже новинка однозначно его будет уделывать. В совокупности, действительно, ССВ-9, наверное, более эффективный ствол, нежели Кедр и МакПол. Это правда. Однако ничего колоссально нового, понимаете, такого действительно очень нагибного, я за ним не заметил. Ситуация схожа, например, с Таурусом. У нас был Таурус, потом появилась Беретта и Кедр. Беретта была хороша только в парном варианте, а вот Кедр действительно был лучше двух этих стволов, чуть-чуть понагибнее. Но согласитесь, если взять Таурус и если взять Кедр, разница не будет столь огромной. Это не выводит класс на совершенно другой уровень. И вынужден заявить, что, по моему мнению, ССВ-9 ситуацию с инженером, который сегодня откровенно просажен, он откровенно слабее, нежели остальные классы. Новая пушка, она эту ситуацию не исправляет, к сожалению. А как же парный вариант? Парная версия Капитана Очевидности это вообще похороны. Да, друзья, наверное, многие надеются, что вот будет новая Беретка. И вы знаете, действительно, это Беретка. То есть, по эффективности это практически как та же парная Беретка. Играть с парным ССВ не шибко-то на самом деле удобно. Иногда его ни с того ни с сего сильно вверх задирает. Кучность вроде неплохая, но всё-таки дистанция тут очень ограничена, даже если всё поставить на кучность, там, от бедра и так далее. Ну, не то пальто, честно. Вот если говорить про ССВ-9, то это только, я вам рекомендую, одиночную сборку. Никак не парную. Парная прямо в сегодняшних реалиях чувствует себя не шибко-то хорошо. Да, она, конечно, быстрее спиливает, но при встрече с той же Береттой, будем честны, вам будет больно. И парный ССВ-9 в большинстве случаев вас точно не спасёт. Что, выходит проходной ствол? Крутить не стоит? Ну, знаешь, капитан, очевидность, может быть мейн инженером, друзья, и стоит крутить эту пушку. Наверное, всё-таки да. Но если у вас внутри теплится надежда, что вы будете выходить на СТКшника и на своей родной дистанции его перепиливать, то в большинстве случаев точно нет. И да, я знаю, некоторые из вас сейчас пошли строчить гневные комментарии. Рокутагин, зачем ты сравниваешь оружие инженера с оружием штурмовика? Почему ты всё сравниваешь с СТК? А, нет, друзья, ну вы меня извините, но не сравнивать с СТК оружие инженера сегодня может разве что такой, знаете, вот закоренелый Джага Крут. Поясняю для тех, кто в танке. Когда ты будешь играть на ПВП, если там вообще играешь, неважно где это будет, мясорубка или РМ или командный бой, там будут штурмовики. Штурмовики неизбежно. У многих из них, может быть у большинства, особенно на плюс-минус уже нормальных лигах РМа от Алмаза, у них будет СТК. И этот штурмовик, он не будет, понимаешь, так вот бежать смотреть. О, инженер, я с ним не воюю, он воюет с другим инженером, пусть они там между собой разбираются. Я пошёл со штурмовиком стреляться. Нет, друзья, это так не работает. Сегодня самый востребованный, наверное, на РМе класс, это медик и штурмовик с СТК. И с чем бы вы там своё оружие не сравнивали, биться вам придётся именно с СТКшниками. И будет это примерно так. Он вас увидел, говорит, комсумирь, детка, майншляпшнель, вот, ну, вот так вот. И всё. Вы извините, как бы эмоции, но да, 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 да. Все эти разговоры, что там с чем надо сравнивать, они не выдерживают проверку жизни вообще. Убедил чертяка, не поспоришь. А что расскажешь про новую карту? Новая карта Капитана Череза. Вот она, блин, приятная. Она реально красивая, она реально сочная прямо. Такая, ах, блин, джунгли, развалины какие-то. Наверное, какие-то типа храмов у Майя заброшены старых. Ну, соответственно, я думаю, это происходит где-то, может быть, в Северной Америке, где-то там ближе к Мексике, а может быть там дальше, в Южной. Ну, красота вот это. Масок вот этот весь идёт прямо вот такое вот оно. Мне нравится, мне нравится, реально выглядит красиво, выглядит обалденно. Капитана играть не будут. Да. Это с чего такие выводы, Рокутагин? Ну, потому что Капитан Очевидность делать красиво Алоды умеет. Вы молодцы. В целом, должен разработчиков за что похвалить? За карты. Последнее время, блин, по картам, вот вопросов ноль. Это период такой золотой в истории Варфейса. Где-то были лучше старые разработчики, где-то вы креативите. Но по картам, по введению годных действительно карт, с того момента, как пришли Алоды, действительно, этот период золотой. Потому что наши старые разработчики разработали какой-то пул карт удачных, остальные были менее удачные, водились так себешные. И вот Алоды стали делать годные карты. Но, к сожалению, помимо того, что они делают красивые карты, они, конечно, делают ещё и успешные в плане геймплея. Например, у нас есть блокпост классный, да, то есть такие интересные. Этот портовый город тоже очень-очень прямо годнотелло. Ну, есть вот новые руины. И как бы по геймплею, это именно руина, сука, полнейшая. Очень карта запутанная. Нет, конечно, когда ты на ней играешь, ты быстро сориентируешься, поймёшь. И, в общем-то, всё ясно, всё в целом понятно. Но вот сам факт вот этих лабиринтов разных уровней, это провал. Дорогие разработчики, это ещё было своё время понятно по серии Call of Duty. Когда великолепные карты Modern Warfare 2, возможно, лучшие карты за всю историю серии Call of Duty, мультиплеерные карты, вдруг превратились в нечто совершенно другое в первом Блэк-Опсе. Ну, потому что там другой разработчик был, уже не Infinity Ward, а 3R. И вот эти парни накосячили. Многоуровневые здания. То есть разные уровни, разные этажи, такого много. Запутанные коридоры и так далее. Всё, мультиплеер сразу для олдов, для любителей существенно просел. И, к сожалению, вынужден заявить, что у вас то же самое произошло с вот этой картой руины. Она действительно красивая. Там много красивых вот этих вот пейзажей, эти храмы, эти самые развалины, джунгли, красота вот этих водопадов. Это всё действительно круто, но геймплейно карта не как кущая. И люди в неё, к сожалению, играть не будут. Поиграют месяцок, что называется, и забудут, друзья. Либо переделывайте, ну, либо попробуйте, там посмотрите. Может, потом переделайте. Сама задумка бомбезная. Реализация, к сожалению, по моему мнению, очень сильно хромает. Вот такой у нас выдался ПТС Warface. К сожалению, новая ППХа не радует. Карта радует, но я не думаю, что она народу массово зайдёт. Однако, говорится, лучше делать, нежели не делать ничего. Либо наоборот. Если не знаешь, что делать, не делай ничего. Да. Хорошо сказал. Сказал как ртом. Всех люблю. Разработчикам в любом случае, несмотря ни на что. Спасибо. Но, пожалуйста, не надо вводить очередную пушку из Point Blank.